Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачаева-Черкесия. Вот что мы расскажем в нашем выпуске. Системы жизнеобеспечения работают. Полностью восстановлено газо-электроснабжение. В пяти муниципалитетах республики практически устранили последствия стихии. Адресная помощь ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. О задачах Фонда защитники Отечества в репортаже Вестей. Радостно, звонко, тепло и красочно. Так прошел главный праздник детства – Международный день защиты детей в городах и районах Карачаева-Черкесии. Более 500 юных артистов на одной сцене. Северокавказский фестиваль «Зори Кавказа» прошел в очередной раз в Карачаева-Черкесии. Несколько дней практически в круглосуточном режиме ведутся работы по ликвидации последствий стихии, в зону которой попали Черкесск, Абазинский, Зеленчукский, Прикубанский и Хабейский районы. И, как отметил глава республики Рашид Тимрезов, все системы жизнеобеспечения работают. Полностью восстановлено газо-электроснабжение. Проделана большая работа по распилу и уборке упавших деревьев. Основные завалы на дорогах разобраны. Что касается поврежденных социальных объектов, то это в основном учреждения образования. Предстоит оценить точный ущерб и провести ремонт до начала учебного года, отметил Рашид Тимрезов. Также приводят в порядок поликлинику в северной части Черкеска. Организована маршрутизация больных. Глава республики выразил слова благодарности всем, кто участвовал в ликвидации последствий стихии. С каждым днем филиал фонда «Защитники Отечества» в Карачево-Черкесии становится популярным местом, куда обращаются за поддержкой ветерана боевых действий. Организация играет важную роль в жизни тех, кто отдал свой долг Родине. О том, насколько важно помогать ветеранам, которые сталкиваются с различными проблемами после возвращения домой, узнавала Альбина Ламкова. И как раз-таки после того, как я выписался из госпиталя, в первый раз я пришел в эту организацию в городе Черкеска. Говорят же, что глаза зеркало души. То есть, когда я сюда пришел, я увидел в глазах людей, не то что заработок денег, да, скажем так. Это было, скорее, желание помочь. Они помогали мне в различных вопросах. Впервые о фонде «Защитники Отечества» Владислав Молчанов услышал в госпитале. Ему еще тогда сказали, что организация помогает таким, как он. Обратившись в фонд, не разочаровался. Ему помогли и не раз. Это и помощь в получении инвалидности, и многие другие важные вопросы, связанные с оформлением документов. Действительно, люди, прошедшие через боевые действия, нуждаются в особом внимании со стороны общества. Основным направлением деятельности филиала является адресная помощь ветеранам специальной военной операции, семьям погибших бойцов. В числе задач филиала фонда – содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающие медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд занимается содействием к переобучению трудоустройствия ветеранов, помогает в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда организуется долговременный ход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов, рассказал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества Карачаева-Черкеси» Марат Абазалиев. Он отметил, что ветераны боевых действий нуждаются в особом внимании со стороны общества. Оказываемая им помощь не имеет рамок, охвачены все сферы жизни, вплоть до взаимоотношений в семье. Самый обширный спектр. Невозможно сказать, что есть. Порой приходят с такими вопросами, которые сложно отнести к какой-то категории. С проблемами в семье приходят, с проблемами наследства, с проблемами получения выплат, каких-то льгот. Ну, самый широкий спектр вопросов. На сегодняшний день мы получили тысяч обращений от различной категории наших подопечных. Надо отметить, что филиал Фонда защитники Отечества в Карачаево-Черкесии работает всего лишь год. За это время было заключено более 20 соглашений о сотрудничестве с различными ведомствами республики, благодаря которым ветераны, члены их семей и родные погибших бойцов могут получить поддержку. А главное – помочь ветеранам боевых действий адаптироваться к мирной жизни. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии переменная облачность, в горах местами кратковременной дождь и гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 11, днем 27-32 градусов тепла и местами до плюс 23. В Черкесии переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10, температура ночью 14-16, а днем 30-32 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Около 12 тысяч детей отдохнут в летних лагерях республики. О старте оздоровительной кампании сообщил глава республики Рашид Тимрезов. В Карачаево-Черкесии будут работать более 100 лагерей. В них уже созданы комфортные, самое главное, безопасные условия для пребывания с учетом пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Уже стартовали пришкольные лагеря. С 5 июня откроют свои двери для юных граждан загородные, а с 15 июня заработают палаточные. В первую очередь получить путевку в лагерь смогут дети участников СВО, а также сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети из подшефного Старобельского района ЛНР. Впереди ребят ждут развлекательные программы, образовательные мероприятия. Рашид Тимрезов поручил всем профильным региональным органам власти взять данный вопрос под особый контроль. В Черкесске в штабе общественной поддержки прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. С праздником и началом каникул детей из реабилитационного центра «Надежда» поздравил председатель Народного собрания Карачева-Черкесии Александр Иванов. Участникам торжества организовали выступления аниматоров и угощения. Подробности у Али Баташева. После бодрой музыкальной разминки с героями мультфильмов, к подвижным играм и веселым конкурсам, князь Владимир и его спутница Любава не давали скучать никому, вызывая разные эмоции и улыбки всех участников торжества. В разгар веселья зал превратился в оригинальный тир, где вместо мишеней были нарисованы арбузы, а оружие детям заменяли яркие шары. Неудачные попадания компенсировались звонким смехом и желанием попасть в цель еще раз. Игнату Беляеву больше всего понравились конкурсы, а Алине Почтаревой – танцы. После учебного года хочется каникул и больше активных игр, признаются дети. Очень классно. Бегаешь, прыгаешь, играешь. Там помогаешь друг другу. Что тебе особенно понравилось? Понравилось то, что ты можешь быть в команде и помогать друг другу. Я хочу пожелать всем детям, чтобы они росли здоровыми, чтобы у них всегда были пятерки одни, чтобы никогда не получали четверку или тройку. И еще хочу пожелать взрослым, чтобы они воспитывали детей очень хорошо. Свои поздравления маленьким гражданам большой страны и малой родины адресовал и председатель Народного собрания республики Александр Иванов. Здоровья, счастья, чтобы все у вас получалось, чтобы вы выросли достойными гражданами Карачево-Черкесии, чтобы у вас в жизни было все хорошо. Мероприятие проходило при поддержке заместителя председателя парламента республики Мусея Кзекова. Организаторы торжества призывают родителей последователей к примеру. В летние дни уделять детям больше внимания и сделать их жизнь интереснее и радостнее. Время летит быстро, а детские впечатления остаются порою на всю жизнь. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Настоящий праздник детства прошел и на площади Карачаевской имени Героя России Канамата Баташева. Юные жители смогли принять участие в различных мастер-классах и развлечениях, таких как пенная вечеринка, конкурс рисунка на асфальте и многое другое. В праздничном мероприятии приняли участие гости из Белгородской области и Палестины. Подробнее Алихан Лепшоков. Несмотря на дождливую погоду, главная площадь Карачаевска собрала вместе сотни детей и их родителей, которые пришли отметить традиционный праздник Международный день защиты детей. В праздничных мероприятиях приняли участие гости из Белгородской области и Палестины, которые сейчас находятся в Тиберде. Их делегацию лично встретил мэр Карачаевска Марат Урусов. Дети вместе с родителями приняли активное участие в конкурсе рисунок на асфальте. Яркими мелками они рисовали свои родные земли, солнце и дом. Мы безмерно благодарны за такое внимание нашим детям, отмечали они. Очень приятные впечатления от встречи, от пребывания в вашей такой красивой республике. Хотелось, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность всему карачаево-черкесскому народу за гостеприимность, за создание таких комфортных условий. Конечно же, мэру Карачаевска, ну и мэру Тиберды, город, в котором мы проживаем. И, конечно же, главе республики. Никого из детей не должна коснуться горесть и ужас войны. И мы родители, видя радость наших малышей, счастливы, отмечают жители Палестины. Они также выразили славу благодарности всем, кто организовал такой яркий праздник. Желаем, конечно, чтобы мир, конечно, и остановилась война в нашей стране и в вашей стране. Чтобы дети жили спокойно, свободно. И чтобы они и дальше продолжали эти жизни мирно и спокойно. Очень хорошее впечатление. Спасибо вам большое за все, что вы делаете для нас и для детей. Спасибо государству России, Российской Федерации. Спасибо господин президент Владимир Бутин. Спасибо всем, что нас помогал. Дети являются самым дорогим сокровищем. И наша задача – воспитать лучшее поколение. И сегодня мы хотели порадовать каждого юного жителя. И гости нашего городского округа отмечают представители администрации мэрии Карачаевска. Тут мы сами могли наблюдать очень много конкурсов. Также будет сейчас пенная вечеринка. Везде у нас и подарки, и гостиницы для всех подготовлены. Поэтому детям нравится – это самое главное. Ребята ожидали альтернативные площадки, конкурс с призами и подарки. Особый интерес вызвал у детей пенное шоу, где они с большим энтузиазмом окунались в волшебную пену с головой. Также для участников праздника были организованы различные мастер-классы, аквагрим, детская фотозона и розыгрыш призов. Аль-Халеб Шоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Северокавказский фестиваль художественного творчества «Зори Кавказа» прошел в столице Карачаева, Черкесии. Творческие коллективы из СКФО и ЮФО приняли участие в костюмированном шествии и представили свои лучшие номера на галоконцерте. Дарья Тендит с подробностями. Фестиваль «Зори Кавказа» объединил в этом году более 500 талантливых участников. От такой пестроты и разнообразия национальных костюмов, казалось, даже солнце было в хорошем настроении. Ансамбль «Алтын» из Калмыкии участвует в фестивале впервые. Приехала из республики Калмыкия. Расскажи, какое у тебя сегодня настроение? Прям очень хорошее. Нас впервые пригласили на этот фестиваль. И прям такие эмоции веселые. Тут очень много разных народов. И интересно узнать их костюмы национальные. И чтобы про нас тоже узнали. Рады принять участие в этом фестивале. Хотим познакомиться со всеми республиками. Потому что первый раз все-таки. Дети первый раз. Столько много национальности приехало. Все жизнерадостные, веселые. После запуска шаров и дневного фейерверка участники фестиваля к амфитеатру отправились к костюмированным шествиям с флагами. Детские, юношеские и молодежные творческие коллективы из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чеченской республики, Северной Осетии, Ингушетии, Карачаева-Черкесии, Краснодарского края, Дыгей и Калмыкии. Данный проект реализуется за счет финансов Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди», национального проекта культуры. И очень отрадно принимать данный фестиваль в столь значимый праздник для всех нас. День защиты детей. Первый день лета, я думаю, что фестиваль получится отличным, принесет массу удовольствия и эмоций и как детям, а также зрителям, гостям и жителям нашей республики. Участников и зрителей в амфитеатре подбадривали любимые герои известных мультфильмов. Дети исполняли национальные танцы и песни, отражающие темы дружбы, любви и красоты родной земли. Из зала доносились громкие аплодисменты после каждого представленного номера. Атмосфера была яркой и праздничной. Это республика, которая принимает, а это традиционно наш фестиваль. Мы его с Министерством культуры Российской Федерации проводим уже много лет. Очень важно, чтобы ребята, приезжая к нам, видели, какая у нас многонациональная, яркая, красивая республика. Мы сохраняем традиции, культуру наших родных языков. И знаю, что каждый из ребят, которые участвовали в этом мероприятии, они уедут отсюда, увезут частичку любви к нашей республике и много-много новых дружеских связей. Северокавказский фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа» – незабываемое событие в жизни каждого участника. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Галка». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!